Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по сложным трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книга «Исход» 9 глава 6 стих и книга «Исход» 9 глава 19 стих, мы рассмотрим такой вопрос. Если весь скот в результате египетской казни вымер, то как некоторая его часть могла выжить? Обратим внимание на суть этой проблемы. В книге «Исход» 9 глава 6 стих говорится, «Во время пятой казни вымер весь скот египетский». Однако, несколькими стихами ниже содержится указание «Собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле». Это 9 глава 19 стих книги «Исход». Но если весь скот умер, то что можно было собрать? Немножко непонятно. Во-первых, как мы уже говорили в одной из наших бесед, слово «весь» по-еврейски не всегда означает в тотальном смысле «все». Это слово может означать значительная часть. И знание этого обстоятельства помогает нам немножко иначе взглянуть на такие категорические тексты. Но самое интересное, что в этой же главе, 9 глава книги «Исход», 20-21 стих, мы находим вообще разрешение этой ситуации. Здесь говорится, «Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле». И теперь мы коснемся важного вопроса. Послушание Богу – это безопасная территория. Здесь мы видим, что послушание слову Бога проявляют люди из рабов фараоновых, скотовладельцы. Скорее всего, это люди, которые непосредственно слышали все предостережения Моисея. Это могли быть и даже вельможи Египта, близкие к фараону. Но в отличие от людей неверующих, они подчинились воле Божией, и пятая казнь не коснулась их. Они убрали свой скот своих рабов с полей, загнали скот в специальные помещения. Таким образом, их скот сохранился. И как в случае с водой, которая превратилась в кровь, а потом мы выясняем, что вода еще и оставалась, так и здесь мы видим, что противоречия могут возникать от невнимательного отношения к тексту. А если мы вчитываемся в текст, в контексте каждого отрывка, который мы изучаем, то, естественно, эти проблемы сами по себе отпадают. Послушание Богу, даже если нам кажется, что то, что Бог требует от нас, это слишком радикально, на самом деле, на самом деле, это залог безопасности. Давайте вспомним, что сами заповеди Божии, которые есть Господне руководство к действию, они даны нам не для смерти, а для жизни, чтобы, исполняя закон, человек был жив этим законом. И когда есть угроза жизни человека, то бывает применение закона. Как в случае с Давидом, когда он залкал, и люди, бывшие с ним, они ели хлебы предложения, которые никто не имел права есть, кроме священников. И в противоположность этому любой грех суицидален. Отказ от послушания Богу оказывается очень беспечным явлением, которое ставит нас вообще на грань между жизнью и смертью. Ибо если заповеди даны для жизни, то нарушения их оборачиваются смертью, не только духовной, нравственной, моральной, но очень часто и физической. Пусть каждый текст Священного Писания преподносит нам такие уроки, чтобы научать и наставлять нас во всякой правде. И чтобы эти слова из Писания не были бы чем-то исторически отвлеченным, очень древним, слишком архаичным. Нет, все это актуально, все это живо и действенно, и в той реальности 21 века, в которой существуем и мы с вами. Не будем об этом забывать. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых наших беседах. И спрашиваем ваших молитв за то служение, которое мы совершаем на библейском портале Экзегет. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!